Итак, друзья, выбираем первого учителя. Шей, идём. Будем учиться выживать в дикой природе. Думаю, до сих пор я неплохо справлялся. Возможно. Но мне есть чему ещё тебя научить. Что ж, посмотрим. Такое интересное у него имя. Кесегувасе. Что он будет нас учить прыгать по деревьям, питаться плодами, коренями. Или чему-то ещё научит. О, кстати, я почти его уже догоняю. Пора на охоту. Найти животное. Ух, жесть. Что ж так всё плохо? Ладно. А он-то сам куда побежал? Сосредоточься, чтобы найти добычу. Не убежать опасно. Используй дары природы с умом. Да. Теперь используй... Готово. Теперь нужно сделать кобуру. Изготавливаем. Держи пистолеты под рукой. Надеюсь, с другими учителями у тебя дела лучше. У нас ещё на очереди два учителя. Хоуп и Лайом. Ну, их именно куда проще произносить. Ну, что ж, тогда пусть это будет Хоуп. Неужели ты вовремя? Разве я могу заставлять даму ждать? Я не дама. Не забывайся. Я учитель. И твой шанс. В чём-то я с тобой согласен. Чем займёмся? Узнаем сотню способов убить. Вы двое! Что ворон считаем, следите за шеем! Можешь сделать это незаметно. Могу, конечно. Так, это у нас цель сверху. Спасибо тебе. Так, теперь ещё надо будет во время, так сказать, бега. Сейчас подождём. Умей выжидать, и всё получится. Так, ну давайте, проходите. Так, в кустики спрячемся. Шея, самое главное, затаиться. Умей выжидать, и всё получится. Просто отлично. Ты удивил меня. А ты, похоже, знаешь, что нужно делать. Хм, чуть лучше, чем я ожидала. Ты впрямь чему-то научился шеять. Только не надо задирать нос. И у нас остаётся лаям. Что он нам предложит? Так, что у нас сегодня? Стрелять будем. Вот, возьми их. Это твои? Хм, так у тебя появится хоть какой-то шанс. Давай. Вот цели. Лучше не спеши, но и не тяни делу на... Одна цель готова. Вторая. Потронуть. Скоро на месте любой попадёт. Попробуй стрелять на бегу. Погнали. Сколько? Меньше, чем за 40 секунд. Офигеть. И шесть целей. Быстрее. Давай же, давай же, скорее. Я должен успеть. У меня ещё 15 секунд. Ну нет, уже 12. 10 секунд осталось. Давай. Пять. Четыре. Три. Да. Получилось. Молодец, Шейн. Так держать. Ахиллес хочет кое-что тебе показать. Зайди к нему. Ну мне, конечно, уже не терпится отправиться в очередное плавание. Мне на самом деле очень нравятся вот эти морские сады. Сражения. На кораблях. Ну и всевозможные испытания тоже. Конечно же. Так, тут... Кстати, давайте посмотрим, может быть, в этом доме что-то интересное обнаружится. Давайте зайдём внутрь. Просто хотя бы глазком поглядеть. Ну мы-то с вами знаем, что тут есть потайной ход. А что, не открыто? Чё-то подёргалась дверь. Потайная и всё. Ну да. Как-то это, конечно, странно. Ну, может быть, мы просто рановато с вами решили сюда зайти. И пойдём уже найдём Ахиллеса. 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 Ахиллес. Так, это было второе воспоминание. На сто процентов. Так же, как и первое воспоминание. Задание на море. Неужели? А, нет, пока что. Только требуется погрузиться в корабль. Сейчас. Здесь надо спрыгнуть. Да. Отлично. Ну и все. Буквально через мгновение будем с вами снова в море. Куда? Куда ведет след тамплеяров? Лаем. Чтобы ты отдался на волю случая? Не ерничай. Поле боя выбираем мы. И где, как ни в море, мы сильны. А ты прав. Что ж, в путь. Только одна зацепка. Надеюсь, она приблизит нас к артефакту. Так Ахиллес поручил это тебе? Нет. Поручил поручить тебе. Найти то, что украли у Макандаляшей. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечий манускрипт. Твое задание. А твое задание? Присматривать. Ахиллес мне не доверяет, так ведь? Это пока, Шей. Сделай это для всех нас. И увидишь, как все изменится. Лаем. А что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаге. Записываю, подсчитываю. Собирает данные о частицах Эдема. Пишет письма нашим братьям и других интеллектах. Ну да. Лаем. И вообще, осознаешь, что очень немногие знают столько же, сколько ты? Я не виноват, что Ахиллес мне не ознакомится с ассанами в Европе и в других частях света. Как своего любимого сына? У него только один сын. Конор. Значит, как наследника. Конору отойдет дом, а тебе звание. Увидим. Как скажешь. Принц Реген братства ассасинов. Еще раз так назовешь, за борт выкинул. Меньше 500 метров осталось. Где там причалить можно? Да, вот. Как раз здесь, с другой стороны. В общем, как такового урона, вот эти льдины небольшие, они не наносят. Но они жутко замедляют корабль. Так. Нет. Слава богу. Не упал в ледяную воду. Борт Ладжой. Поверьте, во Франции на лобстеров огромный спрос. А, вот и наш огородник вернулся. Вовремя. Нашелся след любопытного манускрипта. Прочтете? Удивлюсь. Никто не может его прочесть, недоумок. Потому тамплиеры столько с ним возятся. Но наш союзник сумел их выследить. Пират? Шпион, но работает с ними. Мы плывем на антикости. Заодно посмотрим, как переживет это плавание твоя лохань. А насколько надежно эти пиража? Они мне как братья шеи. Когда придет время, они помогут нам победить тамплиеров. Вот бы англичане поняли, что именно тамплиеры управляют их. А что тамплиеры и в самом деле управляют колонии? Не совсем. Но их влияние весьма велико. А что шпион, как его? Охотник не твоя забота. Он верит. У него есть друзья как во французском, так и в английском флоте. И он знает о том, что происходит на просторах Атлантики лучше, чем все мы. Лаем. А расскажи мне про адвали. Ты ведь так им восхищаешься? Ну лаем, расскажи! Что ж такое? Ладно. Смотрим. Как использовать подзорную трубу. Уже недалеко. Так, может быть, сейчас надо бы использовать канонерка, шпуна. Капитан, английский корабль. Ему туго пришлось. Что ж, отлично. Пожалуй, самое время пустить его камеру. Предлагаю не спешить, там королевский груз. Посмотри в трубу и сам все увидишь. Ну что ж, думаю, мы облегчим. Капитан, королевский груз. И учим. Несколько их попаданий достанется. Если что, пойдем на дно вместе с экипажем. И грузом. А партнер занимает команду. Все. О, yes. Только скажите, как. Так, сколько нам 30 единиц металла надо собрать? Так, а доп. задание, что там было? Потеряете не более 50% здоровья. При абордаже. Все, забрал. Так, где-то еще надо найти. Ну, конечно, я мог и этот корабль на абордаж взять. Кто же знал, что он так легко убивается. Металл 20. Конечно, не совсем нам это подходит. Но мы сейчас сюда чуть дальше продвинемся. Давайте посмотрим. Здесь металл 10, 20. Ну, блин, придется, значит. Либо еще какой-то корабль искать. Так, а это что такое у нас? Во, металл 30. То, что надо. Получайте. Все. Корабль остановился. Ну что, время пришло. На абордаж. Отдать грот и железо. Покажи им, капитан. Ну и начали. Забытье наше. Значит, не более 50% здоровья. Сейчас я сюда сразу наверх. Ну что же. Давайте постреляем. Ай-яй-яй-яй-яй. И они же все здесь. Ладно, сейчас. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Вот. Почти. Так, первый пошел. Второй пошел. Третий. А то они там что-то про здоровье писали. Правда, можно было еще сверху прыгнуть. На парочку, например. Совершить двойное убийство. Что мы делаем? Чинить Морриган нам не надо. Можно избавиться. У-у-у. 750 денег. Неплохо. И 30 металла, самое главное. Мы с вами смогли здесь забрать. Ну и понятное дело, что мы выполнили топ-задание. Я бы посоветовал укрепить Морриган. Потолкуй с капитаном ближайшего порта. Сможем купить что-нибудь полезное. Не знал, что на Гаити есть кто-то из братства. А вот ближайший порт. Есть. Их наставник Франсуа Маканда. Многие мороны стали его учениками. Это сбежавшие рабы и их дети, да? Да. Как просто. Спаслись от ужасной участи, но погибли в этой братстве. Но Гаити – французская колония. Все верно. Здесь ассасины служат королю. А на Гаити французы держат в рабстве тех, кого освобождают братство. Итак, что насчет усиления пушек и корпуса? Посмотрим. Корпус и пушки. Да, купить. Улучшение. Вот он корпус. Отлично. И бортовые орудия. Все, я так понял. Задание выполнено. Это вот были те улучшения, которые доступны нам. Можно продать табак еще. Все, продаем. Остальное пока, наверное, оставляем. Сколько ткани стоят? Ну, не такие уж они дорогие, если продавать. Все, здесь мы закончили. Необычное дело. Я бы еще на самом деле... Вот пробежал сюда. Потому что... Стоп, 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 стоп. Так, слышу этот звук. Но точно это где-то не здесь. А, вон. Ну, давайте на дом заберемся. Процветание. Увеличивает доход и количество ресурсов. Получаем их от... Ваших действий. Ну, как видите, меня не атакуют. Потому что это вовсе не какая-либо запретная зона. А я иду вот к этой точке обзора. Взял немного пуль. И еще сундуки. Отлично. Подтягивайся. И все. Я уже наверху. Так, ну, конечно. Тут мы уже закончили с вами. Сейчас забираю сундук. И быстро на корабль через лодку. Воды здесь очень холодные. Поэтому долго находиться в воде не стоит. Грабим. И все. Отправляемся на корабль. И, соответственно, на следующее задание. Море в этих местах опасное, капитан. Но за Морриган я бы не беспокоился. Ну, хотя бы не слишком далеко. Километр остался. И смотрим, что это за корабли у нас такие. А, это мирные жители, канонерочки. Корабли! Что? Снова рыбаки из торца. А, запретная зона. Менее чем за три минуты. Так, палим. Ух, как их много здесь. Получай. Так, а что мне еще, может быть, надо сделать? Просто за три минуты потопить? Да. Это не будет слишком сложно. Так, получай. Да что ж такое? Ес. И здесь надо разворачиваться. Давай, 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 давай. Сейчас получите. Еще разочек развернуть. Ну, как-нибудь так хотя бы. Сейчас мы догоним. Потопили. Как-то вот тут с прицеливанием не очень хорошо получилось. Все. Продолжим путь. Вот-вот мы ступим на берег Антикости. А ваш друг шпион уже ждет нас? Да. Надеюсь, охотнику есть, что рассказать про Моноскрип. А может, он уже вообще выяснил все, что надо? А может, я император Рим? А бы, Цезарь. Соленый воздух, чистое небо. Думаю, только в море человек может быть свободен. Что скажешь, Лайм? У нас есть задание, Шейх. Не отвлекайся. И в чем же смысл свободы, если даже не вздохнуть спокойно? Тамплиеры здесь как у себя дома. Пока этот берег нельзя считать свободным. А мне кажется, нам нужно просто поговорить с ними. А то все ходим вокруг. И что, будешь милым улыбаться, когда тебя наступят запахом на горло? Нет, конечно. Это убийцы, которые хотят получить как можно больше власти. Не забывай. Можно подумать, что мы намного лучше. Наконец-то. Антикости. Охотник ждет там. Надеюсь, он знает, где искать Моноскрип. Там он, кстати, видели? Корабль терпит бедствия. Вот мы и на антикости. Нет, только не в воду. Эх, далековато. Согласен, далековато было. И тут есть точка обзора. О, отлично. Спасибо за возможность быстрого перемещения. А вон точка обзора. Королевского флота, видимо, невидима. Так, ребят, ну... Ну зачем же вот так? Нам со шпионом надо поговорить. Спокойно. Так, я в ловушке. Сейчас мы оторвемся от них. Все. Меня никто не увидит. И, кстати, где-то здесь находится шпион. А помимо этого, еще фрагмент мяча. Сейчас. Здесь надо забраться наверх. В общем, никаких резких движений, как вы понимаете. Нет, нет, нет. Только не сюда. Почти все здоровье растерял на них. Итак. Где-то здесь. Где-то здесь. Не вижу. Так, сейчас подождите. А, вот. Раскопать надо. Вот это трофей. Ну, Луи. Покупаю. Вот, взгляните. Позаимствовал эти чертежи на одном корабле Королевского флота. Никогда не видел ничего подобного. Отлично. Мощное оружие всегда, кстати. Охотник, позвольте представить. Мой компаньон Шейкормах. Господа, еще новости. На том же корабле я видел нужный вам манускрипт. Он написан на неизвестном мне языке. И в нем множество рисунков. Разные кошмарные растения и животные. Ни одной карты или плана? Нет. Возможно, это шифр. Но ни мне, ни англичанам не удалось его понять. И где он сейчас? Тот, кто его принес, сказал, что его прислал в Вашингтон. Знакомое имя. Известный тамплиер, не так ли? Да. Тамплиеры способствовали взлету Лоуренса Вашингтона. Шейк. Надо найти его. Спасибо вам, сэр. Ну что ж, и здесь готово все. Тоже на 100%. Впрочем, как обычно. В таком же духе и будем продолжать, друзья. Увидимся с вами в следующей части. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.